Что было, то прошло вчера Собачка моя смотрит на меня человеческими вот такими глазами И человеческим же голосом говорит Папи, не ходи никуда в такой мороз, в такую погоду Хорошая собака хозяина не выгонит Потом просыпаюсь, смотрю, это животное спит Без всяких признаков жалости ко мне Пришлось тебе на работу Так я понял, друзья мои, что на четверг сны не сбываются Ну, а мы расскажем вам, чего же сбывается сегодня Сегодня столько замечательных дней, праздников Например, тадам, поздравляем всех, кто имеет отношение к рекламе День работника рекламы в России сегодня Ты писала когда-нибудь рекламу? Да И я, был Греша Поздравляю тебя, коллега Ну, а всем остальным рассказываем День работника рекламы, это профессиональный праздник всех составителей рекламы Рекламодателей, маркетологов и пиарщиков России В общем, всех тех, кого мы не очень любим, когда начинается пауза в любимом фильме Ну, и от любимой рекламы перейдем к любимому нашему занятию К розыгрышу билетов Билеты сегодня у нас, ой, какие, даже не знаю, какие дороже сердца и уму Ну, во-первых, на Незлобину мы продолжаем разыгрывать билеты Их сегодня две штучки И, как утверждает информационное агентство Амур-Нфо Сегодня ночью должна была прилететь София Михайловна Ротару Народная артистка СССР и Украины К нам в город, несмотря на то, что там Аня Лорак и Тейс Павали у них не задалось Вроде как все обещает быть Поэтому сегодня мы разыграем две пары билетов На Незлобина и на Софию Ротару Ну, думали-думали, решили не связывать этих артистов в одном вопросе Они очень разные И задать посторонний вопрос Дело в том, что, как я сказала, уже день рекламы Поэтому будем сегодня сочинять рекламный слоган для программы «Пора» Ждем от вас на телефон, который вы видите сейчас перед собой на экранах СМС-сообщение с маленьким рекламным слоганом для нашей программы Коротким, лаконичным, можно в рифму, можно не в рифму Главная мысль Программа «Пора, управляй мечтой» Вот так вот, да? Коротко и по сути Программа «Пора» на шаг впереди Это уже немножко занято Полон сегодня просто креативных слоганов Вот, ну все, ждем ваших СМС-ок А мы пока отправимся на улицу Итак, забегай немножечко вперед В будущее В пятницу в Амурской области ждут непогоды на сегодня Секлон придет, да Но сегодня в области установится переменно-облачная погода В большинстве северных районов пройдет слабый местами умеренный мокрый снег Днем по северу от 2 до 7 градусов тепла, пока еще тепла Местами сохранится минус до минус 7 градусов В южной части региона дневные температуры могут варьироваться от плюс 8 до 13 градусов Логовещенский, переменная облачность, без осадков, ветер вега западный То есть такой приятный, не холодный 6-8 метров в секунду днем от плюс 8 до плюс 10 градусов Есть такое ощущение, что немножечко возвращается теплое Последняя возможность согреть озябшие пальцы еще можно Вот мы отрекламировали погоду Мы не рассказали о самом главном сегодня О чем? О поводе сегодня же день без бумаги Без бумаги, какой бы то ни было То есть, как говорили советские чиновники, без бумажки это букашка Сегодня прекрасная возможность всем нам почувствовать себя в мире насекомых Научимся использовать бумагу рационально Таков основной тезис международной без бумажной кампании Которая проходит каждый четверг Четвертый четверг октября А это именно он? Да Если кто не заметил? И цель международного дня без бумаги Показать на реальных примерах Как можно с помощью каких новых технологий Можно в этот день обойтись без бумаги Легко, легко Я, например, использую Я, например, взял сегодня разделочную доску на кухне Выжигательным аппаратом себе набил текст И потом покрасил акриловыми красками И не заметишь, и не скажешь, что это не бумага Лукавит, по-моему, Алексей очень сильно Ну, предлагаю перейти к людям, которые честно делают свое дело, без лукавства А это Юлия Климова, которая... зарядку? Юлия, с добрым утром! Доброе утро! Если вы хотите радостно и бодро проснуться Присоединяйтесь к моей утренней зарядке Поехали! Итак, сегодня мы с вами потанцуем Сразу начинаем с основных элементов Посмотрите, раз, два, три Пам-пам Марш! Еще раз, медленно Отлично! Посмотрите наш следующий кусочек Будем работать медленно Посмотрите, раз, два, три, четыре Еще разочек медленно и ускоримся Посмотрите, раз, два, три А теперь сделаем два раза быстрее А теперь сделаем два раза быстрее Попробуем все соединить с самого начала В темпе Приготовились Поехали И с вами добавим еще один кусочек Посмотрите, мы его сразу сделаем быстро Но через марш, да? Угу Смотрим Раз, два, три, четыре Вспоминаем Татьяну Овсиенко Еще разок И Отлично! Мы с вами выучили Несколько элементов Теперь попытаемся все соединить Вспоминаем начало И вот смотрите У нас с вами остался последний элемент Мы просто закрутим И на этом закончим Еще раз закрутим И Итак, мы с вами выучили все элементы Собрались, настроились Попытаемся все повторить с самого начала Поехали Фу, на этом наши сегодняшние танцы Подошли к концу Надеюсь, вам понравилось И вы хорошо провели это утро Желаю всем хорошего настроения Пока! Пока, Юля! Помните, как Николай Васильевич Гоголь писал И какой русский не любит хорошего дрифта? Вот именно так он этими сломами писал Поэтому Сегодня мы в гости позвали Человека, который закрыл сезон дрифта В этом году Чтобы продолжить, конечно же, его следующим Это Игорь Кустов Организатор чемпионатов Города Благореченска по дрифту Доброе утро! Доброе утро! Игорь, что такое дрифт? Поясним для тех, кто не в теме Дрифт это прохождение поворота В управляемом заносе То есть очень эффектно и красиво Это вот то, что я слышу по ночам на улице Ленина? Нет, на самом деле Это уже плохие тормоза Нет, да Там неадекватно просто что-то творится Дрифтом это назвать нельзя Потому что дрифт это прохождение всей трассы То есть есть конкретное задание у судей Это спортивная в первую очередь вещь? Да, да, да Это не то, что... На сезон хулиганство это не имеет никакого отношения? Вообще никакого Дрифт это культура в основном Какое у вас впечатление от закрытого сезона? Ну впечатление масса Закрыли в принципе положительно Так как это был пробный чемпионат Это впервые, да, состоялось в Благореченске? Нет, почему? Первый этап мы провели Вообще первое соревнование мы провели в 2013 году в сентябре месяце То есть он был пробный После чего мы провели весь сезон 2014 Состоящий из трех этапов Ну вот это да, это мы знаем Да, вот он был полноценный чемпионат То есть мы его сделали Вот Он показал свои плюсы, свои минусы Как бы и дал на чем подумать А вот про плюсы и минусы Какие моменты особенно порадовали, а какие не очень? Ну то, что народ все-таки начал этим заниматься Начал заниматься в профессиональном плане именно Как спортсмены Потому что мы их заставили сделать лицензии Заставили подготовить Есть лицензии? Да, есть лицензии гоночные Это на машину или на человека делаются? Это дается на человека Есть у нас Российская автомобильная федерация Мужское отделение Вот, которое выдает эти лицензии То есть там сдаешь определенные тесты И выдают лицензию Она тебе дает право принимать участие в автоспортивных соревнованиях Не только в Амурской области, но и в каких-то других регионах нашей страны Так, мы про плюсы еще не закончили Да, да, да Рассказывать Дальше на автомобиле мы подготовили также все необходимые документы То есть это технический паспорт Который позволяет проходить техническую инспекцию На автоспортивных соревнованиях Ну и конечно молодежь начала все активнее и активнее в это дело вливаться А кстати, как их называют? Дрифтеры? Дрифтеры А какой средний возраст пилотов сегодня? Ну на самом деле он разный От 20 до 30 и выше Но это те же люди, которые любят кататься на внедорожниках Или там пузотеры Или это разные люди с разными увлечениями? На самом деле немножко как бы вообще свои То есть есть такая автомобильная тусовка в городе, да, наверное? Ну автомобильная тусовка как бы она почти общая Все в куче, можно сказать Просто есть те, кто любят джипы Есть те, кто как пузотеры как бы выразили Все есть дрифтеры Я знаю конкретный пример, когда молодой человек пришел с картинга к вам Да И сразу завоевал целую кучу наград Ну на самом деле не целую кучу наград Он долго машину строил Это у нас Денис Носов Да-да-да Долго строил тачку, 3 года Вот в итоге он взял первое место на третьем этапе И по-моему третье место на втором этапе А в чем как бы прикол, я не понимаю, вот этого управляемого заноса То есть надо разогнаться В зрелищности Потом резко затормозить и машину как-то закрутило, да? Надо разогнаться и машину поставить правильно То есть под определенным углом, на определенной скорости И по определенной траектории Но это в общем опасно Ну как сказать, все опасно у нас вообще Ну важно, я так понимаю, до начала соревнования заграждение верное поставить Тогда это будет минимально Ну у нас, да, по безопасности мы с каждым разом все прибавляем, прибавляем То есть растем Насчет зрелищности предлагаю не на словах об этом поговорить А посмотреть вместе с нашими телезрителями У нас есть съемки с последних соревнований Там все очень красиво Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выстраиваются по итогу квалификации парные заезды Очень красиво было А вот это вот полигон поле Это площадка, скажем так Она есть только у нас или в других городах в Мурской области она существует? Ну вообще у нас с площадками на самом деле беда Вот это главная проблема нашего Что мешает развитию дрифта в Мурской области адекватного То есть у нас есть картодром, но он не подходит по техническим характеристикам для проведения соревнований Вот есть несколько площадок Одна вообще для нас закрыта, не дают разрешения никакого вообще И вторая вот это автодром Досав на пятой стройке, автошкола Вот, то есть мы провели сезон там полностью Огромное спасибо автошколе за это Вот Ну надеемся, что на следующий сезон у нас как-то поменяется это все дело Найдем новую площадку, чтобы она была побольше Чтобы скорость была на ней повыше А участвуют не только Благовещенцы или из других городов приезжают? Постоянные участники у нас Благовещенск и свободные Но на второй этап выделили деньги Привезли сюда спортсменов из Хабаровска, Владивостока и Находки Тоже уровень получается Тоже круто, да А вот мне интересно, человек строит три года машину Чтобы теоретически возможно разбить ее в соревнованиях? Да почему разбить? Ну, она там, такие вещи происходят Я понимаю, что они... Не, ну бывали, конечно Бывает, что разбиваются Было такое? Да, в Ааре была на первом этапе Там участник у нас заехал в бетонную плиту Но я надеюсь, не пострадал сам участник? Нет, сам не пострадал Потому что у нас там жесткие требования к безопасности Ну, конечно, на местном уровне Не все так круто, как на соревнованиях высшего уровня Но на местном уровне у нас достаточно серьезные требования по технике безопасности То есть они там пристегнуты? Шлем, комбинезон, пристегнуты, да, специальными ремнями Ну, как бы пилот не пострадал Дежурят бригада? Машину починили, все нормально Да, бригада, обязательно МЧС, скорая пожарная Это всегда Вот мне еще зрители стало интересно что они испытывают когда вот эти вот пары там же газуют в автомобиле пыль и они стоят и как клево зрители знают на что они идут и зрители готовы мне кажется чем больше пара и дыма тем больше дыма тем лучше скажите принимает ли участие в подготовке и организации наше спорт управления или министерство спорта спорт управления конечно принимает подписывает нам документы необходимы вот выделяли даже сколько автомобиль скорой помощи так как он платный у нас идет 3000 час стоит то есть грубо говоря на соревнования нужно 30 тысяч потратить чтобы автомобиль скорой помощи заказать ну как бы да не дешево а спортсмен и из свободного суда должен довести свой транспорт он же не не подходит для просто для проезда по трассе но не на автовозах привозят а то есть сама эвакуатор передвигаться почему могут то есть как бы это дело лично каждого потому что детали по ходовой части они вообще дорогие как бы на самом деле каждый пилот машину готовит по-разному вот кто-то может передвигаться своим ходом кто-то не может а у нас есть какие-то чемпионы которые уже можно ими гордиться и выставлять на общероссийские например соревнования у нас есть макар черныш который он выступает на общероссийский чемпион туда а на международных еще нет он еще не ездил нет еще нет но мы будем гордиться и воспитывать ну да конечно конечно а вот вот это все происходит на какие деньги это все все сами вкладываются соревнования организация соревнований да 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 лично мы то есть вы миллионер у нас подпольный просто просто скромный человек рисковый и скромный и скромный мотоциклиста они настолько любят свой транспорт что даже зимой чтобы не проставил транспорт придумали шиповать колеса и придумали спидвей а вот относительно дрифта зимний вариант все может существовать зимний дрифт он просто как бы там на любительском уровне пока находится просто ребята приехали покатались там на льду и уехали как бы получили удовольствие и уехать то есть никаких соревнований еще пока не проводилась по зимнему дрифту потому что это намного опаснее чем летом вы сами то участвуйте соревнования сам еще пока нет автомобиль еще не достроил на желание жгучее есть желание желаем чтобы ваша мечта осуществилась и соревнования эти были все круче и круче проходили чтобы сезон 2015 был гораздо выше уровнем чем 14 вот а мы все переходим на то что сегодня мы празднуем день работы как реклама сегодня рекламу будем смотреть с особым удовольствием все 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 как один хотят сходить на софию михайловну ротару и в перспективе на не злобина а мы вот тут да пытаемся разгрести разгрести то шквал просто и смс сегодня работника рекламы услышал что нужно сочинить слоган решила праздновать пошли варианты сразу не откладывая долгий ящик я сразу извиняюсь что мы не успеем физически прочитать все варианты корпуса эти но мы с ними ознакомлю ознакомливаемся ознакомляемся поэтому не переживайте во внимание берется все и так что я успею прочитать не погода не страшно если утром есть пара пара заставляет просыпаться вас хорошим настроением пара просыпаться с удовольствием программа пара начни день с добра боже мой с бобра пара улыбки с утра вот такие варианты еще есть вариант пара это и есть слоган для всей нашей жизни то есть слоган не нужен пара это в принципе есть слоган логично пара вставать про то все лучше утреннее шоу в амурской области а лучшее потому что единственное и это правда у меня сейчас просто не забудками покрылся весь кто успел тот и съел билеты на незлоба от программы пара не надо съедать билеты потому что билетерша вас не пустят потом утром холодно теперь но услышав звук звонка ты на альфу загружайся там уже идет пара пора на альфа канале проснулся сам разбуди соседей сделай погромче проснулся сам разбуди соседей сделай погромче убедительно да достаточно ну утро это я уже читала ну в общем я знаю где программа утренняя не единственная в области в местности есть такая страна нидерланды там много утренних программ и именно туда мы сейчас отправимся вместе с рубрикой пора в дорогу и наталья хочется сказать себе дорогой пора в амстердам в нидерланды всем привет я наталья овсичук и нам с вами вновь пора в дорогу снова поедем в нидерланды не знаю как вам а мне очень понравились прекрасные виды парка кекенхофф и я точно знаю что многого в этой стране мы еще не видели из всех художественных музеев амстердама которых стоит рассказать я выбрала музей ван гога амстердам всегда славился как город свободолюбивых творцов и гениев принимающих свои объятия и понятых художников как при их жизни так и после нее не случайно творение ван гога прожившего короткую яркую жизнь заботливо сохранены были именно здесь благодаря усилиям жены его родного и горячо любимого брата тео ван гога около 700 писем гения его многочисленная работа увидели свет музеем стердама собрана самая большая коллекция работ ван гога здесь более 200 картин и рисунков а в городке за андам лежащим в 20 километрах к северу от амстердама самым интересным туристическим объектом безусловно является домик петра первого почти два века спустя над домом был выстроен еще один каменный чтобы уберечь деревянную постройку от безжалостного времени именно здесь петру первому пришла в голову мысль прорубить окно в европу в этом домике царь петр жил тайно работая на судоверфи плотником и постигая науку кораблестроения севернее за андама расположен знаменитый город алкмар это единственный город в мире в котором еще сохранились средневековые сырные ярмарки и даже гильдия носильщиков сыра но еще в этом городе очень красивые средневековые улочки собор святого лаврентия и готическая ратуша ярмарки сыра и шоу носильщиков сыра проводится с апреля по сентябрь по пятницам трудолюбивые нидерландцы не делают исключения в расписании даже тогда когда день ярмарки выпадает на празднество в честь дня рождения королевы страны все обставлено совсем тщанием носильщики продавцы контролеры и разносчики сувениров одеты в старинную одежду оркестр исполняет национальные мелодии перед началом торгов на площадь выходит представитель духовенства и мэр города так что туристы смогут спална насладиться зрелищем переноски сырных голов на деревянных коромыслообразных носилках неизменным еще со средневековья посетив множество удивительных городов нидерландов стоит еще раз вернуться в амстердам чтобы на прощание вновь полюбоваться его каналами и мостами они создают неповторимую очаровательную картину города они же определяют образ жизни горожан этот город также называют северной венеции бродить по набережной можно много часов подряд восхищаясь архитектурой падающие дома одна из визитных карточек города и здесь же в амстердаме есть музей каналов он посвящен кольцу каналов амстердама начать путешествие по каналам туристам рекомендуется именно с этого музея так как здесь рассказывается о самых интересных фактах и событиях связаны с городскими каналами за 400 лет в 2010 году кольцо каналов амстердама было официально добавлено в список всемирного наследия юнеско конечно очень жаль оставаться с такой удивительной страной но чтобы вам не было так грустно отправляйтесь магазин и купите себе маленький букетик тюльпанов это будет трогательный привет из нидерландов а ровно через неделю мы вновь отправимся в путешествие потому что хватит сидеть дома пора в дорогу мы быстренько защитываем очередные очередную порцию слоганов для программы пора одна телезрителей программа пора праздник каждый день пора бери от программы все программа пора мы создаем новый день пора смотри не пожалеешь программа пора не проспите главное А я зачитаю длинную смс-ку смешную. Утро доброго не бывает, а вот здесь оно бывает. На пару быстрее включай и советы получай. Просыпайся, наш малыш, если ты еще там спишь. Можно рингтон из этого сделать на веселую мелодию. Слушайте, смс-ок так много, и мы просим прощения, если вдруг не успели зачитать ваши именно, но мы просмотрим обязательно все. Не забываем, что сегодня не только день рекламщиков, а еще и день без бумаги. Поэтому мы пытаемся экономить бумагу сегодня в целях сбережения экологии нашей. И вышли мы на улицы города и спросили наших горожан, как можно сократить использование бумаги и чем ее заменить. Ну, в общем, смотрим результаты. Да, даже вообще не могу представить. Дощечками какими-нибудь. Ну, пергамент, наверное, делал бы с березой. Не знаю, наверное, только речью. С маской. Она берестой. Ну, что-нибудь придумала бы. Папирусу. На песке бы писали, наверное. Писали бы на платочках, на ткани. Ну, придумали бы что-нибудь. Не знаю, мы, наверное, общались бы только словами. Все по интернету общаются, письма не пишут. Ну, наверное, писали бы на смс. Ну, уже не знаю. Пергамент, наверное, научился пользоваться. Не знаю, на камни бы выбивали, как раньше. Мой дедуля не робел и с утра пару смотрел. Деду 90 лет и от женщин спасу нет. Это не мой креатив, это только что мы получили от вас, друзья. Чтобы настроение с утра вскочило прямо до лампочки, включай программу «Ты пора» и обувайся в тапочке. Прекрасно, прекрасно. Прекратим на секундочку чтение смс-ок ради такого замечательного повода. День рождения. Наша подруга Валентина Сливка из программы «Бизнес-новости» поздравляет свою подругу Анну Авраменко с днем рождения, с замечательной датой, юбилейной. Мы не говорим с каким возрастом. Девушки снова 18, юбилейный, прекрасный возраст. Впереди тебя ждут большие изменения жизни. Желаем смело идти вперед и к новым свершениям. Забыть все обиды, невзгоды. Надеюсь, их и нету. А люди, которые сегодня рядом с тобой, это твое настоящее будущее. «Люби и будь любима». Красивая девушка. А где фотография? У нас же есть ее прекрасная фотография. Вот она. Вот она, Аннушка, красавица. Вот, красивая девушка. В общем, мы присоединяемся к этим поздравлениям. И хотим рассказать, кого уже еще пора поздравить в этот день. Кого еще можно поздравить с днем рождения? Много прекрасных людей. Их тысячи. Но я выбрал лучших из лучших, самых замечательных, самых заметных, самых ярких. В общем, всех тех, кого мы так любим. Рубрика «Пора поздравить». Всем привет. Настала пора вспомнить тех, кто родился сегодня, 23 октября. 110 лет назад на свет появился русский художник и мыслитель Святослав Рерих. Его отец Николай Рерих так оценил творчество своего сына. В картинах Святослава замечаем именно гармоническую напряженность всех частей картины. Великое качество произведения, если в него не вкралось безразличие. Прекрасно, если дан в жизни этот высокий дар, которым все темное, все бедственное превращается в радость духа. И как радостно мы должны приветствовать тех, кто волею судеб могут вносить в жизнь прекрасное. 23 октября 1920 года родился итальянский детский писатель Джанни Радари. Убежденный коммунист, Радари неоднократно бывал в СССР, где очень любили его сказки. Приключения Чаполина, волшебный голос Джульсамина, путешествия Голубой Стрелы и другие. Возможно, в Италии на родине писателя его знают и любят не так сильно, как в нашей стране. И есть за что. Сказки Радари учат добру, справедливости, крепкой дружбе и безграничному творчеству. Вы только подумайте, этот старый разбойник Чаполоне хотел заколоть его высочество кинжалом. Ничего подобного. У злодея был пулемет. 86 лет назад родился советский композитор и дирижер Юрий Саульский. Юрий Сергеевич был многогранной личностью. В его творческом портфеле балеты и мюзиклы. Музыка для фильмов художественных и мультипликационных, плюс песни для эстрады. Один мегахит «Черный кот. Чего стоит». А еще поклонники клуба «Веселых и находчивых» слышат музыку Саульского в каждой игре. Урочный день, урочный час, мы снова рады видеть вас веселых, любознательных друзей. Берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш. Садитесь, спайте с ней. Пусть кому-то повезет, а кому-то нет. И не нравится вопрос, и не сходится ответ, и все. Легенда мирового спорта Эдсон Арантис Дуна Сементова, а попросту король футбола Пеле, отмечает сегодня свои 74. Но что о нем сказать? Трижды чемпион мира, что является рекордом. Автор 1289 голов в 1363 играх. 90 раз Пеле забивал по 3 гола за игру, 30 раз по 4, 4 раза по 5, 1 раз 8 голов за игру. Тут, как говорится, не убавить, не прибавить. 72 года назад родился американский фантаст, автор парка юрского периода Майкл Крайтон. Кинорежиссер Стивен Спилберг довольно емко и точно сказал о нем. Размер таланта Майкла сопоставим с размерами его динозавров. Он был величайшим в смешанных науках и с большими театрализованными концепциями, которые позволили динозаврам вновь пройтись по этой земле. Майкл был доброй душой, выражавший свою яркую сторону в романах. Нет никого, кто мог бы занять его место когда-нибудь. Такая вот сегодня собралась день рожденческая кампания. Кто сказал, что день рождения только раз в году? Приходите в салон цветов «Ла Флёр». Здесь этот праздник круглый год. Ну что? Когда мы достаточно уже поддержали интригу, потому что она сейчас сидит, смотрит программу и думает, а я, а как же я. Наша милая, дорогая Аллочка Матюханова, наша коллега-соведущая, сегодня отмечает тоже свое 18-летие. Аллочка, мы тебя очень любим, мы тебя очень ценим. И твою кинопару, и твое видение вот здесь, на этом креслице. Нам очень приятно с тобой работать. Ты клевая. Алла, с днем рождения, мы тебя любим, приходи сегодня с тортиком. Мы ждем. Продолжаем засчитывать СМС-ки. Наши телезрители придумывают слоганы для программы «Пора», потому что мы разыграем сегодня два билета на концерт Софии Михайловны Ротару и на два билета на концерт Незлобина. Концерт Ротару сегодня, Незлобина 3 ноября. Итак, если вы грустны с утра, знаю я решение. Пора, 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 программа есть такая, поднимет настроение. Дартаньяр, что ли, написал? Пора, 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 пора. Теперь именно шляпы. Не важно, с кем вы засыпаете, важно, кто вас разбудит. Жизненный слоган. Я бы поспорила. По-моему, все-таки важно, с кем вы засыпаете. Не проспите главное, написали нам. По-моему, уже такое было. Да? Я уже запуталась в смсках. Я такое уже где-то записывал. Их очень-очень много. Пора, когда телевизор во благо. Чтоб настроение с утра вскочило. А, это я уже тоже читала. Господи. Лучшее утреннее шоу, потому что единственное. Ну, это, видимо, на амурском телевидении. Это мы тоже читали уже. Имеется в виду, что это на амурском телевидении. Пора вставать. Я бы сейчас раздумываю. На других каналах на центральных тоже что-то есть. Пора вставать, пора любить, пора работать, пора жить. Просыпайтесь. Жизнь так прекрасна. Великолепно. Это настолько жизнеутверждающе, что невозможно в это не поверить. Ой, точно. Но предлагаю успеть сходить на улицу еще раз, чтобы наши зрители знали. Взбодримся. Что там такое с погодой творится. К сожалению, в пятницу уже совсем скоро начнется, к нам придет циклон. Со снегом, дождем, холодно. Но мы готовы. Муфточку-то уже все расчеплили. Но сегодня можно успеть насладиться теплом в Благовещенске. Без засадков переменная облачность. Юго-западный ветер 8 метров в секунду до плюс 10 градусов. Выползаем на улицу, гуляем. Что в Амурской области? В Благовещенске. Я в Благовещенске прочитала. В Амурской области что ли? А, в Амурской области. Вот я уснул. Установится переменная облачная погода. В большинстве северных районов пройдет слабый, местами умеренный мокрый снег. И днем по северу от 2 до 7 градусов, внимание, тепла, местами сохранится все-таки минус до минус 7 градусов. Но в южной части региона дневная температура может варьироваться от плюс 8 до плюс 13. Великолепно. Просто практически сухуми. Зачитаю еще одно смс-сообщение. Мой сосед всегда с утра все кричит. Пора, пора. Его мнение разделяю. Альфа-канал всегда включаю. А у нас тут как раз на Альфа-канале, когда вы его включаете, интересные всякие сюжеты. Например, как можно нарисовать на воде, но потом еще и сохранить картину. В день экономии бумаги. В день экономии бумаги. Альфа-канал всегда включаю. Альфа-канал всегда включаю. Альфа-канал всегда включаю. В общем, пришла пора подводить итоги по нашему смс-заданию. Но прежде чем мы подведем итоги, я вот хочу зачитать смс, которая пришла 5 секунд назад. Не то чтобы это слоган для программы «Пора», скорее, это… Крик души. Крик души, шепот души, да. Смотрю на вашу семью, пишет телезрительница, и думаю, пора найти мне мужа. Может, он на концерте. Хотите, мы опубликуем ваш телефон. И тогда он сам найдется. Мы направим Ларису Гузеевой, и она уже по назначению… Программа «Пора». И сваха, и программа. И сваха, и программа. А вот еще пришло смс-сообщение. Всем «Пора» в «Пора». Ну, давай уже. «Пора» выбирать. Давай, я выберу человека, который получит на Незлобо. Давай все-таки начнем с Тратарова, потому что концерты ее раньше. Я выбрала, долго совещалась сама с собой, выбрала. Программа «Пора» лучше утреннее шоу в Амурской области, потому что единственное… Ты за честность, да? Я за честность, да. Я считаю, что реклама не должна обманывать. Потому что, естественно, честно и лаконично. Я выбрал тоже вариант, который отмечен лаконичностью. Человек говорит, «Пора» — это и есть слоган для всей нашей жизни. То есть программа «Пора» название — это, в принципе, и есть слоган, ничего лишнего. Зачем лишние слова, когда все слова скажет король уральского стандарта Александр Незлобен? Товарищ, который придумал этот слоган, которого, в принципе, и нет. Вы отправитесь 3 ноября на Незлобина. Итак, все призы розданы, все слова сказаны. Ну, еще не всем. Давай, пожелаем всем еще раз доброго утра. Пожелаем вам всем доброго утра. Не верьте тому, кто сказал, что бумага все стерпит. Сегодня, конкретно в этот день, она стерпит не все. Берегите бумагу, берегите лес, пишите на чем-нибудь другом. Ваши рекламные слоганы. Всем пока! Счастливо! Что было, то прошло вчера, начнется новый день с утра. А значит, будет жизнь легка, прекрасна и добра. Не важно, холод или жара, начнется новая игра. Глаза открой, проснись и пой, пришла твоя пора. Пришла твоя пора.